Четырёхмесячная Лиза сама пока не научилась ходить, поэтому приходится отплясывать вот так, верхом на маме. Но, судя по всему, даже это доставляет ей несказанное удовольствие. Думаю, да, потому что мы двух недель везде гуляем. По всем праздникам ходим. Двух недель стараемся все помещать. Вот и сегодня на Курган Бессмертия, подобно многим другим, они выбрались своим большим семейством, прихватив из дома бабушек и дедушек. Те, кому активные танцы и подпрыгивания оказались не по душе, заняли наблюдательную позицию напротив сцены. Она с полудня раскрасилась пёстрыми творческими коллективами. У нас трое детей, старшая ушла в поход, средняя вот выступает, вот сейчас только выступала, и вот с младшей. Вообще замечательно, вот стала выходить даже на выходные, выйти просто погулять с ребёнком. Вот чистенько, аккуратненько. Настя и Оксана внимательно наблюдают за сценой, ведь чуть позже им самим предстоит на неё подняться. И поразить зрителей нет не песнями и танцами, а своим внешним видом. И хотя они всего лишь двойняшки, всё же решили поучаствовать в шоу близнецов. Говорят, даже родители их путают. Поэтому поводу сестрёнки искренне недоумевают, ведь между ними столько различий. Я старше моей сестры Оксаны на пять минут. Я выше Насти. Учительница в нашем классе. Она меня называет Оксаной, а Оксану Настей. Иногда на музыке я спутаю с другими девочками. У нас там есть две мякишиных, Ульяна и Диана. Совсем одинаковые. А вот шестилетний Андрюша, чтобы его уж точно ни с кем не спутали, на празднике решил побыть царём зверей. В ста метрах от основной сцены обосновались палатки с воздушными шарами, детскими поделками, импровизированными, гримерными. Сюда, на аквагрим. Он-то и отправился первым делом. Кто ты сегодня? Лев. Ты лев? А что ты знаешь об этом животном? Просто. А он босая кошка. А вообще-то все его называют король зверей. А вообще-то, когда он вырастет, Андрей мечтает стать суперменом и всех защищать. Сбудутся ли подобные мечты многих из этих мальчишек и девчонок, онкобольных, детей-колясочников. Специально для них праздник организовала инициативная группа «Белый журавлик». С собой организаторы привезли детские поделки. Надеюсь, выручить за них хоть какие-то деньги на лекарства своим подопечным. А каждый, кто пришел на Курган Бессмертия, в подарок получил замысловатый воздушный шар. Сегодня мы пригласили наших онкобольных детей на праздник. Все они получили подарки, будут участвовать в конкурсе. То есть они будут как бы самыми обыкновенными детьми, самыми обыкновенными. Может быть, в этот момент они забудут о том, что они больные. И действительно, на несколько часов о проблемах и трудностях забыли и дети, и родители. Все, кто не побоялся холодов и встретил международный праздник на свежем воздухе в компании десятков брянских семей. Семья – это все-таки очень важно, и дети должны это понимать. Что у них есть и мама, и папа, и все любят, и ценят, и им все рады. На главной сцене нашлось место всем. Сначала по ней дефилировали те, кому еще предстоит ощутить радость материнства. Затем их сменила сильная половина. Не забыли в этот день и о бабушках, и дедушках. И те, и другие своим примером доказывали ценность крепкой и дружной семьи. Елена Бочкарева, Игорь Сусло, События Брянск.